500-тысячным привитым в Самарской области стал студент медуниверситета Никита Шарагин. Он учится на втором курсе факультета лечебное дело. Говорит, в медицину пошел, чтобы помогать людям. Решил сделать прививку, чтобы не быть причиной заражения для других. Тем, кто сомневается, я думаю, следует сделать. Опять же, для защиты общественности, для защиты людей, которые вокруг нас находятся. Потому что это клинически подтверждено все уже. Это безопасно и никаких проблем вам этого не доставит. Ничего с вами не случится. Скорее, если вы не будете прививаться, вы выпадете из жизни, перестанете работать, чтобы лечить до себя кучу других проблем. Вакцинацию прошла и студентка третьего курса Татьяна Пучкова. Девушка говорит, в ее семье все уже привились. Я не хочу болеть. Хочу чувствовать запахи, вкусы. Я работала в красной зоне. Видела, как тяжело люди переносят. Поэтому хочу себя обезопасить. В области наращиваются темпы вакцинации. Нужно, чтобы к осени, когда начнется сезон заболеваний, 60% населения было привито. Тогда сформируется коллективный иммунитет. В клиниках университета идет активно прививочная кампания. Прививаются студенты, ординаторы, преподаватели. И, конечно, этот поток, процесс растет. И это очень важно сегодня. Почему? Потому что идет рост заболеваемости. Заболевает не только 65+, но и молодые, средних лет. Поэтому, коллеги, это очень важно делать прививку. Выбор в пользу своего здоровья принимают все больше людей. В регионе привились уже более 500 тысяч жителей области. Из них почти 390 тысяч завершили вакцинацию. В субботу и воскресенье в Самаре жители региона смогут пройти вакцинацию от новой коронавирусной инфекции в мобильном пункте. Так, 26 июня передвижной медицинский комплекс будет располагаться возле Дома профсоюзов, Волжский проспект 19. Прививку можно будет сделать с 5 до 9 часов вечера. В воскресенье, 27 июня, мобильный пункт вакцинации будет работать в Сруковском саду с 2 часов дня до 10 вечера. Пройти вакцинацию может любой житель области старше 18 лет, не имеющий медицинских противопоказаний. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Виктория Шарая, События.